Два понятия. Всего лишь два понятия. История, что-то далекое. И память. Память, которая живет сейчас, с чем мы сталкиваемся каждый день. Но представляется, как история, так и память, она может быть в едином времени. Чаще всего это называют историческая память. Вот та память, которая передается из поколения в поколение. Эти трагические события начинаются с 1941 года. Это военные действия на всей территории, оккупация. Затем фронтовая история, освобождение территории Беларуси. И заканчивается 1945 годом победой, которая определена 9 мая, взятием Берлина, подписанием договора. Следует заметить, что когда начались фронтовые действия 1941 года, то, рассматривая фотографии и документы, документы оккупационных органов, немецких органов, это документы вермахта, замечаешь фотографию, когда немецкие солдаты стоят возле небольших, дощатых обелисков, на которых нарисована красная звездочка. Есть обелиски, которые уже со звездочкой вырезаны из жести. Она будет или красного цвета, или в унисон всему этому маленькому обелиску белого цвета. Но это всегда будет задерживать внимание некоторых. Наверное, они будут смотреть на это с удивлением. Мы же понимаем, что это место, где погиб солдат. И это место мужественного человека таким образом обозначено было. Это был 1941 год. Что касается следующего года, то здесь уже будет решение государственного уровня. На уровне СССР будет принято решение о создании комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских оккупантов. Так как оккупация, которая длилась и недолго, но она была обозначена массовым уничтожением местного населения. Это будут активисты советской власти, это будут те, которые сопротивляться, начнут оккупационному режиму. Подпольщики, партизаны, или как их будут называть, саботажники. Это будут евреи, это будут ромы, цыгане и другие категории, например, психические больные. Или жители, которые имеют физические недостатки. Они просто будут мешать, это как балласт, который не нужен в данной системе. И вот в 1942 году будет обозначена данная тенденция. И в последующем она будет определять документы, то есть поиск документов, сохранение документов, мест, обозначение этих мест. Это и запись воспоминаний, те, которые пробивались через различные формы, через журналистов, через деятельность различных формирований, которые будут действовать радиограммы или же спецдонесения, будут касаться и этой части. Что касается следующего года, 1943, то здесь уже определенно будет принято решение сохранять, беречь свидетельства не только памяти жертв, но и памяти тех, кто сопротивляется, кто участвует в сопротивлении. Это партизанские документы. Например, в партизанской соединении Белоруссии в разных его областных соединениях последует такая директива. Сбор, сохранение письменных документов. Они будут передаваться в архивы, они будут храниться наравне с теми боевыми донесениями, которые будут в ходе боевой деятельности присутствовать. Таким образом, формируется один из уникальных партизанских архивов Белоруссии. Там разговор будет не только о партизанах, это и о оккупационных органах, это о населении. Население, которое будет видеться разным. Это будут женщины, дети, это будут евреи в гетто, Это будут военнопленные в дулагах, шталагах, офлагах. Конечно, там и будут представители сожженных деревень. Те, которые выжили, они будут выступать как свидетели. Все это будет зафиксировано. В 1943 году начинается освобождение территории Белоруссии. Гомельская область первая, в которую части Красной Армии будут входить. И уже первые мероприятия по освобождению, это будут мероприятия по благоустройству захоронений. В большей степени они будут определяться как братские. То есть, одиночные или же в ходе фронтовых сражений погибшие, Они будут захораниваться в одно место, они будут разных национальностей. Там будут как военные, так и гражданские. Это будет первая память, где будут места локализованы, обозначены. То есть, в каждом районе, в каждом сельском совете, в каждой деревне они появляются. Ну а после освобождения территории Белоруссии, то ряд программных документов будет принято на уровне наркоматов, которые будут требовать сохранения памяти, сохранения мест памяти, которые потребуют и обозначения памятных мест. Восемь наименований. Это будут и обелиски, памятники за пределами населенных пунктов. Обелиски, памятники в населенных пунктах. Это будут особые места захоронений. Это будут мемориальные доски. Это события 1943 года. Уже пройдет один год, как будет принято решение, 3 июля 1944 года должен стать самым главным днем. Днем освобождения территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Это решение уже будет 1945 года. Вот день освобождения Минска будет через значимость столицы. Через тот вклад, который жители внесут в борьбу, в освобождение, обозначен именно таким образом. Но пройдет еще немало времени, чтобы этот день стал именно главным государственным днем. Как мы сейчас его отмечаем, День Республики, 3 июля. Ну а в последующем, тогда же, в 1945 году, будет принято решение о строительстве ряда монументальных мест, памятников и обелисков. Например, таким должен быть памятник Победы в городе Минске. Или же памятник, который посвящен защитникам Отечества, защитникам, солдатам Красной Армии в городе Бресте. Почему именно на Брест обращено внимание? Да, потому что это было связано с теми героическими действиями начала войны. Июня, июля 1941 года, когда вся территория Беларуси практически будет уже оккупирована. Но город Брест, Брестская крепость продолжит свою защиту, оборону сражений. Также с такими инициативами выступят и другие представители областей, как прежде всего Витебская. А строительство в Витебске – большого монументального проекта солдатам и партизанам. Здесь тоже следует отметить, что Витебская область характеризуется в этой борьбе своим подвигом. Массовым партизанским движением, подпольщики города Витебска, которые внесли свой вклад. Ну а также территория Витебской области, она измученная. В 1944 году была или оставалась мертвой зоной. С конца 1943 года жители вывозили для уничтожения. В лагеря смерти – это прежде всего Майданок, далее Аушвиц, Освенцы. Они попадали и в другие, но уже концентрационные лагеря. Но почему такая нелюбовь была к жителям? Да, потому что через сопротивление, через то, что те, которые еще сохранили свою жизнь, они имели отношение к партизанским семьям. Потому что депортировали, вывозили, в основном это женщины, были и дети. И еще Витебская область была в ходе карательных антипартизанских акций практически сожжена. Если мы говорим о том, что более 5 350 населенных пунктов было сожжено полностью или частично, то практически половина приходится на Витебскую область. Если мы будем говорить о 216 населенных пунктах Беларуси, которые были сожжены вместе с людьми и не восстановлены, то более половины – это будут населенные пункты Витебской области. То есть мы можем продолжать вот такую тематику практически по каждой области, по каждому району. То есть мы находим здесь определенные особенности. Но как же дальше было? Например, в городе Минске в 1947 году появляется памятник, черный обелиск на яме, на месте массового уничтожения евреев Минского гетто. Это произошло 2 марта 1942 года. И в этой трагедии Холокоста, когда из 80 тысяч евреев, которые проживали в довоенное время в нашем городе, в городе Минске, смогли сохранить лишь немногие свою жизнь, от 3 до 5 тысяч. И когда те, которые сохранили свою жизнь, это могли быть те, которые были эвакуированы, те, которые находились в рядах Красной Армии, или же нашли свое спасение в партизанских зонах, потому что у нас на территории Беларуси действовали и национальные еврейские партизанские отряды, и одной из задач которых была не только боевая деятельность, но и, что очень важно, сохранение, спасение жизни евреев. Много примеров, когда белорусские деревни, ее жители брали для сохранения детей из гетто, одна из таких, деревня Паречье, Минской области, где в октябре 1943 года туда было выведено 39 детей из Минского гетто. Вот все они попали в населенные, попали в дома местных жителей, и каждая семья она берегла, как своих родных детей. Так были спасены 39 маленьких детей, которые пронесут вот эту память всю свою оставшуюся жизнь. А мы с вами будем на этом пути видеть, как они приходили, приезжали, вот такие места. И когда мы начали разговор о Яме, то оставшие те, которые сохранили свою жизнь, они обозначили это место как место своей идентичности. Они показывали всему миру о том, что они евреи, они живы, и они скорбят от тех, кто ушел, потому что исчезли их семьи, родные и близкие. Это вот такой был период и обозначенное место с 1947 года. Как место памяти, оно стало национальным местом памяти. Не только евреев, но и всех тех, кто сражался против нацизма и принимал участие в сохранении их жизни. Дважды в течение года сюда приходят. Как правило, это 2 марта и 9 мая в День Победы. Но мы только обозначили, что в трагедии есть много фокусов. Много национальных фокусов, много социальных фокусов. И тоже очень таким значимым фактом в мемориализации, коммеморации мест памяти является то, что уже в 1945 году появляется письмо из Москвы жителей этого города, но которые имели корни в городе Речица. Они обращались, чтобы там был воздвинут памятник и обозначено место памяти евреев гетто Речицы. Вот так практически на всей территории такие памятники, большие и малые, они появляются. Но хотелось бы обозначить вот несколько особенностей. Особенности таковы, что, учитывая советскую культуру, невыделение национальностей, такие как солдаты Красной Армии, без определения, он белорус, русский, украинец, еврей, это солдат Красной Армии. Или же местные жители. Тогда на таких памятниках будут обозначены слова жителей, местные жители, несмотря на то, что они были евреями. Но вместе с тем, вот знакомство с такими документальными материалами, когда видишь, как регламентируется сам этот процесс и как записан на документах. Он записан как памятник гибели, указывается количество местных жителей, деревня и еще дата, дата этой гибели. Но когда смотришь сам памятник, какой он был, то здесь много есть дополнений. Дополнения таковы, как правило, они писались на русском и на идиш. На многих были обозначены звезды Давида или же другие символы, которые касались еврейской культуры. То есть даже если не присутствует слово еврей, вот памятники, которые создавались в 40-е, 50-е годы, они зачастую такие атрибуты имелись. Почему это важно? Потому что со временем они обвечают, появятся другие возможности в мемориализации и на смену старым памятникам появляются новые. Но какие же памятные места и памятники будут главным в 40-е, 50-е годы? Мы уже здесь обозначили одно из таких мест, мест Холокоста, это яма в городе Минске. Но следует заметить еще об одном очень важном. Выполняя решения и директивы о строительстве в городе Минске в Величественном памятнике Победы, который будет обращен ко всем. И он такой появляется в 1954 году. Вечный огонь. И вот те образы, которые мы видим, начертания, как и национальные символы Беларуси, так и воинские доблести или символы, так и барельефы с четырех сторон, которые окружают вот сам монумент, это и солдаты, это и партизаны, это и День Победы, как один из самых главных в событиях Великой Отечественной войны, и жители, которые боролись, которые страдали, где можно увидеть, что победа достигалась очень большой ценой. Так в городе Минске появилось центральное место памяти Великой Отечественной войны. Оно местом стало встреч, диалога, много речей, много встреч не только белорусских жителей или молодых людей, но и также и зарубежных жителей. Минск стал узнаваем именно через это место, потому что сам город, он представлялся особым в истории войны. Сам город, он претендовал на то, чтобы был как музей, потому что его разрушения достигли в годы войны 85%. Практически многие улицы будут связаны с событиями, значимыми событиями, и не только подпольной деятельности, но и других, которые будут касаться и организации диверсии или деятельности подпольных групп и подпольщиков. Или же в последующем эти улицы, площади будут получать имена героев. То есть целый город как бы отражал ту военную действительность, ту реальную картину, которая произошла когда-то и через уже 10 лет, когда он восстанавливался, когда появляются широкие проспекты и улицы, некоторые из них напоминали о данном. Также в других местах появляются такие же значимые места, принимается решение о строительстве мемориалов. И первым таким должен быть мемориал Брестская крепость. Да, следующим таким местом, как мемориал, должна быть Хатынь. Это событие, которое касается 50-х, и они уже переходят у нас в 60-е годы. 60-е годы в целом отличаются тем, что за всю историю нашей государственности наиболее массовым была политика, политика по культуре памяти Великой Отечественной войны именно тогда. Создается летопись боевой славы. Очень много экспедиций проводится, записываются ветераны, свидетели войны. Создается замечательный белорусский документальный кинематограф, связанный с военными действиями. Появляются литературные произведения и Олеся Адамовича, и Василия Быкова, и Анки Брыля, где присутствует обычный разговор наших жителей, которые рассказывали так, как это было. Они будут рассказать и о своих родных и близких. Также об этом будут говорить и ветераны. И вот этот нарратив, который сохранится в 60-х годах, он будет распространяться и на местах памяти. Появится большинство наших памятников, которые будут посвящены партизанам, партизанскому движению, этой деятельности отрядов или командиров, или местных партизан. Очень много появится впервые и памятных мест, связанные с такой категорией, как связные. Да, они не были в партизанских отрядах, но они выполняли очень важную миссию. И в годы войны, если они становились жертвами, то не только они, но и вся семья. Это было очень опасное, конечно, занятие и деятельность. Именно тогда появляется формат, когда в каждом областном городе, в каждом районном центре уже появляется центральное место памяти. И дни, не только День Победы, но и другие, которые касаются даже личной жизни, такие как свадьба молодых людей, она непременно имеет такое завершение. С цветами они приходят к этим местам и молча, может, символично, но где-то обозначают вот ту ценность жизни и ту поколенческую вот эстафету, которую они принимали. Безусловно, это был период советского времени, советской культуры, где в рамках единого тогда государства существовали единые и ценности, ценности в отношении поколений, которые достигло и приобрело вот эту победу, и восстановило страну, восстановило город, восстановило республику. Дальше, когда мы говорим о новых местах и об отношении к данному, очень, конечно, важным стало открытие в 1969 году мемориального комплекса Хатынь. На первых порах, пожалуй, он был символичным мемориалом. Он объединял все сожженные деревни, но сама архитектура, которая была выполнена тремя очень значимыми архитекторами, скульпторами, среди которых был Градов, Левин, Занкович, Селиванов. Они обозначили человеческую жизнь как самую ценностную, потому что на руках у отца Каминского вот в этой скульптурной группе находился его сын Адам. Вот как бы такое обращение было нетипичным и несвойственным тому времени, потому что образом вот такого обращения к каждому это всегда служил женский образ. И вы знаете, даже когда после войны на месте сожженной Хатыни появляются три места памяти, затем они будут объединены в один сабелиском матери, скорбящий над памятью, над памятью погибших, то уже открытие именно этого мемориала оно показало несколько другой фокус и в рамках Советского Союза это было удивительное, конечно, явление ландшафтной архитектуры, где впервые появился памятник всей деревне, всем домам, которые и улицам, которые были в Хатыни. Камин и те фамилии, которые проживали в этом доме или колодец, куда приходили, и колокол, который через 30 секунд по-особому звучал, напоминая вот об этой трагедии. Так на территории Беларуси появился особый памятник, особый мемориал, посвященный сожженной Хатыни и сожженным деревням. Сведуя заметить, что памятники сожженным деревням появились значительно раньше, и прежде всего это будет территория Витебской области, как и Минской области, но это будет уже другое значение. Вот значение, когда это место будет собирать тысячи людей, не только Беларуси, но и те, которые хотели бы узнать, что такое война или что происходило в годы войны, что такое не просто убийство, а что такое сожжение живого человека. В этом мемориале будет обозначено, что жителей было 149, из них 75 будут дети и женщины. Женщины и дети будут составлять большинство, но детей практически это будет половина. Еще одна тема появляется, которая будет узнаваемой во всем мире. Это тема, связанная с сопротивлением, партизанская тематика. Появится в 1974 году еще один мемориал, он будет называться «Прорыв». Там, где погибло более тысячи партизан, которые выходили из блокады. Памятник получился для Беларуси величественным, значим, и обозначал он партизанскую тематику, потому что в послевоенное время нашу Беларусь называли Беларусь партизанка, партизанская Беларусь. Это действительно те командиры партизанских соединений, которые научились принимать ответственные решения, самостоятельно брали на себя инициативу, они потом стали управлять как республикой, так и городом. И как раз вот в этот период мы встречаемся с деятельностью Петра Мироновича Машерова. Он как школьный учитель образован, а он еще и как партизан, как руководитель партизанского движения для Беларуси будет делать очень много по развитию памяти. Именно благодаря его поддержке появляется Хатынь, появляются другие мемориалы, очень значимые мемориалы. Еще одна тема, которая будет звучать это время и достаточно важна, это обращение внимания на такие категории, как учителя, женщины, дети, мать женщины, как Куприянова, которая вырастила и пять сыновей, которые бы отправились на фронт, которые погибли, защищая страну. Вот этот образ появляется тоже недалеко от Минска в Жодино. Или же, например, детская тема, которая появляется в образе несколько позднее, но в образе Красного берега, детского лагеря Красный берег. И там центральное звено это класс, это школьный сад, это панно, выполненное ребятами на основании рисунков. рисунков военного периода, где центральными фигурами их памяти это будут куклы, звери или же образ самых близких и родных мамы, папы, дедушки. А на доске будет обозначено письмо Кате Сусаниной. Очень трогательное письмо своему отцу. И в истории, когда подбирали такой материал, который должен был вызывать особое отношение ко всему, ко всему то, что сделано в системе архитектуры, но этого камень должен ожить. Именно этот текст показался таковым, и этому способствовал Василь Быков. Леонид Левин, который являлся архитектором этого мемориала, советуясь, как раз вышли на такое решение. Его называют детской хатыни, Красный берег. Но ранее были памятники и памятные места, которые уже в 70-е годы действовали на территории Беларуси, это и Домачево, то есть на местах особенно детских приютов. Дети, которые были оставлены, дети, которых убивали по разным причинам, потому что их необходимо было кормить, воспитывать, но в военной системе этому не было места. И так они превращались, например, в немецких документах написано, что это как такой материал, как идиоты, то есть дети, которые в годы войны стремились каким-то образом выживать, они убегали, они просили подаяния, то есть что-то для оккупационных органов это было как хаос, как невообразимое, и поэтому они постарались как можно быстрее от них избавляться. Но если там были еще наличие еврейских детей, это давало им возможности проводить операции, операции или акции уничтожения. Еще одна тема очень значима. наряду с открытием мемориального комплекса Брестская крепость в 1971 году или же Курганов Славы, как в Минске в 1969 году, а их появится и в других местах, это и Гродно, Могилев, Гомель, Витебск. Тема, солдатская тема, она не уходит. Почему? Потому что начиная с 1941 года на территории Беларуси будет находиться не менее одного миллиона военнопленных. Это будут тяжелые уроки начального периода Великой Отечественной войны. Они попадают в различную систему лагерей от дулагов, шталагов, офлагов. Их всего на территории Беларуси будет 150 и 110 для гражданского населения. То такими крупными местами будут являться шталаг 352 на территории Минска, Масюковщине, деревня Масюковщина. Или же мы будем называть еще один шталаг 342, который будет находиться в Молодечне. Но какая история будет после войны? Безусловно, учитывая, что там погибают тысячи людей. Если в Минске это будет 80 тысяч шталаг 352, если Молодечна, это будет около 30 тысяч. Ну, а память как она будет? Да, там появятся первые братские захоронения, первые могилы, первые обозначения, но они не будут иметь вот того, то и значимость вот, может, того обращения, публичного обращения к их историям или, например, к встречам на данных местах. Это произойдет уже позднее, но что касается шталага 352 Масюковщина, то можно считать, что это, наверное, первый мемориал, который появляется у нас на территории Беларуси. Это событие 1964 года. Там будет восстановлена прежняя часть захоронений, появится новый памятник, более величественным, появляется вечный огонь. И вот это место действительно будет определено самым значимым. Но в Молодечно он появится уже в 90-е годы. В 90-е годы автором этого мемориала будет Леонид Левин. Он, безусловно, значимо будет уже отличаться от того, что находится в Минске или что представлено в Минске. Это будет мемориал по архитектурным канонам. То есть если там в Минске это будет памятник, это будет место скорби и печали, то в Молодечно появляется силуэт бараков. Или, например, камни будут указывать количество захоронений, где будут покоиться солдаты Красной Армии, военнопленные и часть гражданского населения, которое будет уже после 1943 года, туда попадает, потому что военнопленные будут уже уничтожены, они будут убиты. И вот сам мемориал шталага 342, он выполнен в таких серых, серой тональности, массивный бетон и крыша, которая обозначена решеткой. днем и ночью, зимой и летом там всегда и падает и дождь, попадают солнечные лучи, снег. То есть это по идее создателей должно показывать, в каких условиях находились военнопленные. У них не было крыши. То есть они замерзали, они умирали именно таким образом. И данный образ тоже лег в основу одной из последних мемориалов также на месте шталага в Бобруйске. Вот это мемориал архитектора Леонида Левина. Там идея несколько видоизменилась, но она показывает преемственность вот того, что происходило в Минске или, например, Молодечино или же в Бобруйске. Сама скульптура выполнена в форме куба, стоящего на платформе. И вот этот куб на платформе, он напоминает вагон с колючей проволокой, а там внутри только силуэты солдат. Они в разных формах находятся. Но почему так было сделано? Потому разные способы массового убийства были на местах, на этих местах памяти. Например, в Минске они умирали от голода и холода. Практически расстрелов не было. Начиная с августа 1941 года они будут оставлены без лекарств и без питания. И таким образом умирает около 80 тысяч человек. Что касается Молодечна, то аналогичное положение, как в Минске, так и Молодечна. В документах фиксируется даже людоедство. Доведенные до отчаяния они прибегали и такому способу. Молодечна отмечены и факты их убийства, расстрелов. А вот что касается Бобруйска, то был найден еще один способ. Их сажали в платформы в холодное время и они путешествовали по железной дороге в течение дня. И вечером из тех, кто находился на платформе, там 100 человек, как правило, 20, 30, 40 человек. Они умирали, они замерзали. Вот такой способ, он был использован и при других местах. Это было заметно и у нас на станции, железнодорожной станции в Минске. Когда фотографии 1941 года показывают, что вагоны были без крыши, они были открытыми, что не было свободного места, не было тех даже 50 сантиметров. Вот когда депортированных, которые привозили в Минск для убийства, то они обозначали, что так было тесно, и это пространство определилось где-то 50 сантиметров, то военнопленных и этого не было. Вот так происходило убийство, и вот этот образ, он раскрывает нам еще одну страницу. Очень ранимый, безусловно, образ. Но трагедия военнопленных, она остается до сих пор одной из самых трагических. Самая большая часть жертв Великой Отечественной войны, она приходится на военнопленных, и потери там достигают от 53 до 55 процентов. Например, в Минске это происходило значительно, ну, значительно большей долей убийства, чем, например, в других местах. Выжить было очень мало надежды. Хотелось бы обозначить еще одну сторону в мемориалах, в памятниках, которые у нас сохранились. Они могут касаться тех мест, которые связаны и с другими странами. Это, прежде всего, касается депортации, депортации еврейского населения из Германии, Австрии, Чехии. Такая доктрина была принята в ноябре 41-го года, когда в Минске появляются первые эшелоны. 11 ноября 41-го года такой эшелон прибывает из Гамбурга. Сюда прибыло около 30 тысяч из трех стран. И нам известно порядка 50 фамилий, которые, жизнь которых была сохранена. Все остальные погибнут. Они вначале будут находиться в Минском гетто, в особой части Зондергетто. И в 90-е годы появляются на этой территории первые памятники и первые мемориалы. В 1993 году появляется камень памяти из Гамбурга на бывшем еврейском кладбище. Ну, а далее уже к настоящему времени их девять. А еще очень важно появление в Тростенце как мемориала, так и места памяти не только для военнопленных, жителей города, как Минска, так и Белоруссии, или же евреев Минского гетто, но также и депортированных евреев из Германии, Австрии и Чехии. Сначала такой символический памятник у нас появляется в деревне Малый Тростенец, где перед освобождением Минска и перед освобождением Белоруссии нацисты пытались скрыть следы преступлений. Они с октября 43-го года уничтожали не только свидетелей, но и места свидетельств. То есть откапывали тела убитых и их сжигали. И вот те, которые еще могли свидетельствовать или же те, которые находились еще в лагерях, в тюрьмах, их свозили в этот колхозный сарай, где 6,5 тысяч будет убито и сожжено. И вот на этом месте появляются первые тоже памятники Малом Тростенце, а также на месте бывшей печи в рочище Шашковка около деревни Малый Тростенец. Это будут своеобразные памятники, решение о построении, о создании там значимых памятников было принято еще в 1947 году. И вот как раз память, возвращение памяти сегодняшних позиций, оно нам показывает несколько, конечно, особенностей в данном. И особенности, как могут выполняться решения, они очень значимые были. Поэтому были определенные причины, безусловно. Но пускай небольшие памятные места там были, но не существовало места памяти. Не было ни в системе образования, не было в диалогах жителей, как самой деревни, ближайших населенных пунктов или Минска о данном месте. Все это будет обозначено уже более поздний период. И наверное следует заметить, что вот таким периодом будет являться уже 2008 год, когда президент Республики Беларусь на мероприятиях, которые будут посвящены трагедии Минского гетто на яме 20 октября будет говорить о том, что не только холокост является национальной трагедией Беларуси, что не только важно то, что евреи сражались или же белорусы, которые спасали евреев, они внесли важный вклад и их имена как праведников народа мира очень достойны. Но он обозначил, что на месте тростянца должен появиться общий европейский памятник, место памяти. И вот именно с 2008 года короткие сроки состоялось открытие мемориала с центральной композицией «Врата памяти» в Малом Тростянце. А в 2018 году появляется еще один очень важный мемориал в Благовщине, где 34 рва, где покоятся 150 тысяч убитых. То есть так у нас в Беларуси появляется еще одно место памяти, но уже общеевропейского значения. Потому что уже сейчас с 2019 года там появляется очень удивительный памятник, называется «Массив имен». Это 10 таких колонн с именами жертв. 10 колонн, которые характеризуют 10 транспортов. В каждом транспорте по 1 тысяче человек было из Вены, из одного города, когда с 1941 по 1942 год они вывозились сюда в Минск только для убийства. И этот совместный памятник австрийских и белорусских специалистов, он, конечно, очень значим, потому что говорят, в Австрии это единственный памятник за пределами этого государства, и он находится у нас в Беларуси. То есть очень многие нашли место памяти и диалога. очень многие не знали, где покоятся их отцы, матери. Они сейчас находятся в разных странах, и вот как раз после открытия такие встречи там всегда происходят, когда приезжают и когда видят на карте Беларуси вот для них очень значимое место, которое они искали всю жизнь. Безусловно, есть еще немало таких мест памяти, о которых следует говорить и помнить о них. Но может мы коснемся самой техники создания от момента понимания, что этот памятник должен быть. И в качестве примера я бы назвал городею. В истории этого местечка значится, что общее количество населения где-то было находилось на уровне 1400 человек, но из них 1137 это были евреи. И они стали жертвами Холокоста, их убили недалеко от городей. После войны там образовалось поле, колхозное поле, потому что в этом населенном пункте евреев уже не было, не было кому напоминать или скорбеть о данном. Другие были и заботы, и задачи, память, она продолжала существовать, но места памяти отсутствовало. И вот уже в 2000-х годах появляется идея создания на этом месте мемориала или памятного места. Одним из авторов его является Леонид Левин. Проназвучало очень интересное предложение. Предложение к местным жителям принести 1137 камней как знак еврейской традиции, еврейской культуры. Что-то схожее с Моисеем и его народом, который он водил, и на месте умерших оставляли камни. Многие были удивлены, потому что в ожидании того, что в повседневности все очень заняты, и, может, нет того внимания к такой идее, но удивление было таково, что очень в скором времени жители вместе с их администрацией, руководителями смогли эту задачу выполнить. И когда присутствуешь в таких мемориалах, когда присутствуешь при открытии их, ты вот видишь на этом пространстве, на этом поле вот эти немые свидетельства. Еще Левин добавил символические знаки, это окна, три окна полу разрушенного дома. То есть окна – это как глаза, те, которые видели. То есть это память, которая не исчезает, она видит, она обязательно где-то будет зафиксирована. И эти камни от маленьких до больших 1137 и стали основой вот этого нового мемориала 2004 года. безусловно, практически каждые два-три года такие мемориалы и памятники появляются. И в итоге у нас на территории Беларуси их насчитывается всего памятников, мемориалов и памятных таких мест не менее десяти тысяч. То есть тематические они и регионально вот они посвящены всем темам. то есть они рассчитаны и на семейную память, они рассчитаны на публичную память, они рассчитаны, как мы видим, уже и на международную память, когда многие находят следы, следы не только явления, но еще и фамилии. Вот что касается фамилий, то безусловно, это очень важно, особенно для Беларуси, так как можно сказать, что только третья часть известна, остальные покоятся в братских могилах. Многие сюда привозили и особенно та акция 10.05 по уничтожению свидетельств, вот она не позволяет, она не позволяет в полной мере отвечать на все вопросы или готовить информацию по каждому мемориалу. Мемориал есть, но к нему необходима еще и информация, ресурсы. Где они находятся? Они частично находятся в нашем национальном архиве. Национальный архив это как место памяти. Это не только партизанские документы, но и многие документы о геноциде. Вот Национальный архив, он публикует материалы. И каждое такое издание или без срока давности, или целая серия о Хатыни, или же целая серия книг о карательных акциях на территории Беларуси, вот они как раз могут пояснить, рассказать, уточнить соприкосновение вот с этим местом. Наряду с памятными местами, где происходили события, это тоже очень важно. Здесь и музеи, о них необходимо сказать отдельно, потому что в истории, как мы определили, музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, он начал формироваться с выставки 1942 года. Вот ранее мы об этом говорили, как это все начиналось. Это был белорусский материал, где была отмечена политика геноцида нацистов. Далее его уже открывают в 1944 году, и вот дата открытия, она говорит о том, что это будет первый музей во второй мировой войне, который будет уже транслировать документы, предметы, разные, самые разные формы о событиях Великой Отечественной войны, о событиях Второй мировой войны. Здесь каждый может найти свой материал, потому что он создавался общими усилиями и государством, и военными, и партизанами, и подпольщиками, и, безусловно, молодыми людьми, которые приносили в этот музей свои свидетельства. Сейчас это одно из центральных мест. Его открытие состоялось в новых, современном, имеющем технологии, современной технологии в 2014 году. Это один из лучших музеев, музеев не только Беларуси, но, безусловно, и музеев Европы, которые касаются данной тематики. Мы хотели обозначить главные какие-то штрихи в этой памяти. Безусловно, они различны. В разных странах по-разному представляются и как война, Вторая мировая война, где исчезают нарративы о советской доблести солдат, партизан, подпольщиков, или же о геноциде белорусского народа. Не найдете о сожженных деревнях, не найдете о тех мучениях, которые вот они испытывали. современные музеи, они уже больше преподносят картины такого плана. Война и любовь, война и мода, война и музыка, или война и животные. Ну, а вот если касаться армейской тематики, то, к сожалению, в настоящее время уже утвердился такой образ. государств победителей над нацизмом. И там уже присутствует образ не Советского Союза, не Советского солдата-партизана, а величественная армия Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции. И если вы проведете публичный опрос среди населения этих стран, то, безусловно, как сами явления, события, так и самого государства и ее жертвенность, она будет на втором, на третьем или на четвертом месте. Вот почему важно сохранить эту память. Вот почему важно передать реально эту память. Потому что история, она переписывается каждым поколением, создаются и пантеоны новых героев, новые технологии приходят. Да, мы это замечаем, но стоит вопрос, а как сохранить старое. вот то может иногда оно кривое, неуклюжее, с этой звездочкой, с теми текстами, которые там выцарапаны, а вместо этого сейчас уже появляется современный материал и, безусловно, стекло, бетон, мрамор. Он меняет, он меняет, конечно, картину, но очень хотелось бы, чтобы, может, эти памятники не разрушались. Беларусь в этом отношении она имеет свое отличие от других, чтобы, может, рядышком с этими новыми местами, памятниками сохранялись и те, которые служили, начиная с 1941 года, 1941, 1942, 1943, 1944 и послевоенные, потому что они отвечают на многие вопросы. Вы знаете, сама история государственности, она не такая, как сейчас. Здесь не только преломление союзных тенденций. Здесь мы могли бы видеть и преломления и национальных, различных, и тематических, когда некоторые темы исчезают, но потом они появляются в большей степени это или в 60-е, или в 90-е годы. Конечно, Беларусь в период независимости смогла совершить, наверное, самое главное. Первое, она сохранила прежнюю культуру памяти. Это наши родители, наши отцы и деды. То есть она их не предала, и это, конечно, очень важно. Второе, появились новые тематики, может, даже ранее, на которых не обращали внимания. Здесь не идет речи о Хавакосте, здесь нет речи, может, гендерном представлении, но появление и мемориализации и таких форм, как, например, память о массовом убийстве, психических больных, или граждан с физическими недостатками. Вот данные у нас как раз появляются уже в новые периоды. Сначала на местах памяти в Могилеве, затем в новинках в городе Минске, и к этому уже приложены текстовые материалы, документы, фотографии. Идет очень большая поисковая работа в других странах, ну и, наверное, такой завершающий этап, он будет касаться ответственности за историческую память в Конституции. Такое положение записано, что каждый из нас не должен предать забвению историческую память о народе, белорусском народе в годы Великой Отечественной войны, о победе, о цене победы. И еще один закон, который как раз может обозначать и меру ответственности не только гражданина, но и учреждений, что очень важно. Это закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Благодаря Генеральной прокуратуре у нас многое в части памяти и мемориализации меняется, открываются новые места. Те, которые были, знали, но их к ним не притравивались, они были забыты. Значительное количество тех населенных пунктов, которые были уничтожены, оно станет еще больше. Называются новые фамилии соучастников преступлений, как и преступлений. Появляются новые памятники и мемориалы благодаря такой деятельности. Ну и что тоже очень важно, что, может, впервые появятся юридические термины, от которых отказываются в европейских странах в отношении Беларуси. Например, а что такое лагерь смерти? А что такое концентрационный лагерь? Были ли они на территории Беларуси? И вот в этой повестке оказывается, нет. А уже при работе правовыми методами можно с определенной степенью сказать и поддержать вот такое представление о тех местах, где массово убивали, таких как Тростенец 206,5 тысяч, или же, например, Масюковщина 80 тысяч, или в других в Полоцке, или даже в маленьком Столине, который совсем недавно обновляет свой мемориальный комплекс. В месте, где убивали как гражданское население, так и евреев, Столина, Давид Городка, деревню Альшан, то есть туда свозили для того, чтобы в это место, чтобы производить вот такое отдаленное убийство. Законы, ответственность и те улицы, название улиц, площадей и даже парковые зоны, они у нас тоже имеют отношение вот к данному, потому что мы с такими местами памяти встречаемся в нашем городе каждый день. Очень отрадно, что даже когда мы едем в автобусе, троллейбусе, пересекая улицы, которые имеют свое название, слышим пояснение, кому посвящена эта улица, какому подвигу. Солдат, генерал, летчик, партизан, для Беларуси это очень важно. Явление проспекта победителей, как тоже центрального места в такой, может, и парадной части, где происходят парады, появление обелиска, монумента города-героя Минску, когда в 1974 году было принято решение увековещать подвиг минских подпольщиков. Тоже особая история в мемориализации, потому что те, которые создавались после войны, это явочные квартиры, места подпольщиков, они происходили в маленьких домах. наш город Минск в основном был одноэтажным в годы войны, ну и подпольщики безусловно собирались в незаметных местах для этого, то во время строительства они были сносены, ну и только сейчас могут появляться памятные доски, но это важно, и вот появление такого значимого мемориального места, конечно, это важно, потому что в нашей республике вот два таких города Брестская крепость герой и Минск город-герой, которые вот несут такую память, ну и правомерно обозначено, что Минск, город Минск заслуживает такого значения и такого определения. Среди историков даже бытует такое представление, что город Минск может претендовать на город памяти Великой Отечественной войны. 9 мест массового уничтожения. На 50 тысяч, которые сохранили свою жизнь в 44-м году, приходится более 400 тысяч убитых. И это начиная с Дроздов, где сейчас есть только мемориальный камень, там нет мемориала, там есть только обозначение, что необходимо, конечно, будет изменить, или Переспа, Ну, а дальше тоже среди таких малозаметных это место лагеря на Широкой, где было убито 20 тысяч человек. Это будут разные, это будут военнопленные, это будут евреи, это будут жители города, это будут подпольщики, сюда будут свозить наиболее, может, активных, противников национал-социализма из других регионов, из России, или Украины. И вот этот опыт, когда они получат в последующем вот в Минске такого братства понимания, ощущения продолжения борьбы во многих случаях показывает, что даже когда их вывозили в другие места, то они становились организаторами восстаний в местах принудительного содержания. Здесь мы могли бы обозначить такую тематику «Это места памяти за пределами Беларуси». Есть ли таковые и как сейчас в современных условиях относиться к ним? Безусловно, такие места есть, потому что последние статистические данные рассказывают, что на территории Европы существовало около 40 тысяч мест принудительного содержания. и в каждых лагерях смерти концентрационных лагерях были представители Беларуси. Но там о них не знают. То есть это задача уже самой республики. Начиная с первого концентрационного лагеря Дахау. Очень символическая карта вот в этом мемориале есть. Чем дальше на восток, тем меньше мест массового уничтожения. И значит такой памяти уничтожения должно быть меньше. Чем дальше на запад, тем их становится больше. На территории Беларуси точек, которые могли бы об этом рассказывать. Но вот самые уже документы, сами материалы рассказывают, как много жителей и Беларуси, как много уроженцев Беларуси там были. Это будет касаться других лагерей Бухенвальда, Заксенхаузена, Маутхаузена или Равенсбрюка, который уже находится на территории Австрии. Особое место в культуре памяти должно иметь лагерь смерти Аушвиц со свенцем, когда с октября 43-го года туда вывозили жители в основном Витебской области. Это будут женщины, в основном и дети из партизанской семьи. Более 8 тысяч будет вывезено и, как представлено в материалах, не менее 80 процентов погибает. Та часть, которая осталась, она рассказала. В 2009 году появляется первая книга с их воспоминаний. Это тоже касается тематики коммеморации, то есть ознакомлений с практикой. Вы на месте событий ничего не видите, но вы можете узнать об этом через воспоминания, через книгу. Замечательный наш руководитель Беларуси Александр Васильевнов Борисова бывшая узнецей лагерей смерти Майданек и Аушсвиц Освенцы. Вот с ее помощью могли воссоздать эти истории, опубликовать в Минске. Затем в 2010 году, а в 2012 это благодаря уже помощи администрации президента появилась еще одна книга общим тиражом 1100 экземпляров. Почему это важно? Потому что впервые тогда и другие узнали об этом и в самом буклетах мемориального комплекса Освенцы появляется одна строчка о более 6000 белорусах депортированных для уничтожения. Написано так, но это очень важно, чтобы знали о белорусах. Есть плита среди всех стран, которые представлены там, но там не существовало нарратива о белорусах, о их присутствии, о транспортах, которые вывозили их для массового уничтожения, когда не оставалось от них ни фамилии, оставался только номер. Вот таких мест в Европе очень много. И к ним необходимо сделать шаги, сделать их публичными, доступными через безусловно раскрытие архивных документов, которые находятся снова за пределами Беларуси. Прежде всего Германия, Польша, Австрия. Такие же материалы находятся и государства Израиля, Соединенных Штатах Америки. И вот когда сделан будет еще один такой шаг по реализации, может, мы сможем более, полнее рассказывать своим поколениям не только о памятниках, но и о событиях, но и о памяти, потому что память сейчас переписывается, изменяется, и может, та настойчивость, вот белорусская настойчивость в этом отношении она может дать результат для других, которые уступают таким новациям, может, новым методикам, где уходят самые чувственные. Вот самые чувственные, как, например, у нас в Беларуси, что это сожженные деревни, это Холокост, это огромное количество лагерей, где убивали и не оставалось фамилии. И еще вторая сторона, это сопротивление. Такого сопротивления ни одна из республик Советского Союза не имела, как Беларусь. И поэтому у нас такое количество памятников, такое количество мемориальных мест. Ну и, безусловно, семейная наша история, она частично посвящена этим событиям. И изменить ее достаточно сложно. мемориен. Мемориен. Продолжение следует...